Друзья, всем привет! С вами как всегда Станислав Лебецкий и это канал о ремонте и отделке. В этом ролике я покажу, как я катал тёплый пол. Для каких целей он нужен на этом объекте, покажу сборку коллекторной группы, расскажу о плюсах и минусах эксплуатации тёплого пола, а также возможные ошибки при монтаже. Ну а по традиции лайкос и приятного просмотра! Итак, совсем недавно я штукатурил стены, как гипсовой штукатуркой, так и цементной. Ну и конечно, куда же без установки маяков. Показал, как я заделал штробы, ну и получилось сделать всё достаточно хорошо. И настал тот час и та минута, когда можно и нужно приступить к устройству тёплого водяного пола. Сделать его нужно так же хорошо, как и все предыдущие работы. Кстати, на самых ранних этапах работ о нём даже никто и не договаривался. Поэтому я пропущу один этап работ, а какой, вы скорее и сами догадаетесь. Конечно, можно было довести штукатурные работы до логического конца, оштукатурить откосы и установить подоконник. Но это мелочи. Оштукатурю после стяжки пола. Катать тёплый водяной пол я буду на бетонный черновой пол. И тот самый момент, возможная ошибка. Без утеплителя, а точнее ЭППС. Разве что только на подложку-отрожайку с разметкой для удобства монтажа. Все подробности расскажу в процессе просмотра. Давайте договоримся вначале. Эту фольгу, типа утеплитель, все прекрасно знают, что это такое и что с ней происходит после заливки стяжки. Но для удобства я буду всё же говорить подложка для тёплого пола. Ну а для чего она мне на самом деле, вы узнаете в процессе просмотра. Прежде чем приступить к монтажу тёплого водяного пола, нужно проверить уровень чернового пола. Это нужно для того, чтобы после заливки стяжки слой бетона на трубах был практически равномерный. Это к тому, что в одном углу будет 5 см, а в другом 15 см. Это очень сильно повлияет на равномерность прогрева. Если есть возможность выровнять черновой пол, то лучше это сделать. Но я же сделал это сразу, так как сам заливал плиту. Перепад около 3 мм по всей площади. Это уже хороший результат, ведь заливал-то не на глаз, а также по маякам. Также на что хочу обратить внимание, пол должен быть именно черновой, максимально гладким, а не с торчащим щебнем. Так как утеплитель, если он всё же будет, и подложка должны быть уложены на гладкий ровный пол, дабы избежать пустоты и эффект бубонящего пола. Если под утеплителем будет пустота, то после заливки стяжки есть вероятность появления трещин. Лучше так не рисковать. Чтобы всё было чётко, то пол лучше отчистить от пыли и грязи. В моём случае только пыль. Так как при штукатуривании стен, я об этом задумался сразу, чтоб не счищать потом штукатурку и тратить на это время. Также важно утеплить трубы. Утеплитель подбирается по диаметру труб. Да, утеплитель не красненький и не синенький, а просто серенький. На качество работы никак не повлияет, а цена утеплителя разная. Тут я немного сэкономил. Но на самом деле у серых тоже есть разбег по ценам. Есть максимально дешманские, а есть подороже. Самые дешёвые они не работают от слова совсем, а более подороже хоть как-то выполняют свою функцию. Но дороже не значит лучше, а нужно просто проверить хотя бы как минимум фонариком. Если утеплитель не просвечивается, то можно брать. А как и чем закрепить утеплитель по трубе? Можно и нужно с помощью стяжек. Вот только при затяжке главное не перетягивать утеплитель. А утеплить нужно как минимум с одной целью, чтобы меньше было потерь тепла. Так как тут трубы и водопровода, и отопление, а также подводка для тёплого пола. И чтобы эти трубы никак не передавали тепло или холод друг на друга. В идеале, если есть место, лучше трубы раздвинуть. Теперь трубы не будут в друга греть или охлаждать. А что касаемо коллектора, долго думали где его установить. В итоге разместили его в шкафу, который в дальнейшем будет установлен именно в этом углу. Ну и отсюда проще катать полы, так как это самый центр. Я думаю многие вспомнят, что в гостиной есть скрытые трубы. Чтобы потом не забыть, сразу нарисовал метки, чтобы случайно не просверлить при установке плинтусов. Трубы утеплил, метки нарисовал, пол пропылесосил. И следующий этап работ, нужно раскатать теплоизоляцию, ну или подложку для тёплого пола. А катать в длину или поперёк, это дело каждого. Я же раскатал отдельными короткими кусками. За ориентир взял одну стену. Это чтобы нормально соединить разметочную клетку на подложке. Хотя раньше я рисовал её сам, при помощи фломастера. Но и на это также тратилось время. Сейчас это гораздо удобнее. На подложке есть разметка клетки с шагом 5 см. А с каким шагом катать пол, расскажу далее. А подложку катаю с небольшим нахлёстом на стены. Не по длине рулона, а по ширине. Буквально на пару сантиметров. Когда раскатаю пол, прижму подложку к полу, обрежу лишнее прям по самому краю. Подложку склеиваю обычным скотчем. Как по мне, он нужен для временной фиксации, чтобы она не разъезжалась. А также подложка служит отдельной гидроизоляцией. Особенно полезно, если заливать цементно-песчаную стяжку. На полусухую стяжку это особо никак не влияет. Но о ней чуть позже поговорим. А при заливке жидкой стяжки вода не будет впитываться в бетонный пол. И бетон наберет нормальную прочность. После того, как раскатал подложку, оставляю на несколько дней, чтобы раздлежалась и немного растянулась. А вот что по поводу коллектора для теплого пола. Есть два варианта. Подешевле и подороже. Дешевле, если собрать самому полностью. Подороже, конечно же, купить готовый. Я выбрал тот, что подороже и сэкономил время на сборку. А состоит он из циркуляционного насоса. Нижний гидролитический блок, где смесительный клапан с байпасным и обратным клапаном. Термостатическая головка с погруженным температурным датчиком. Верхний гидролитический блок, где автоматический клапан для удаления воздуха и контрольный термометр. Крепежные скобы, прокладки, коллектор подачи со сходомерами и водоотводчиком и коллектор обратки. А вот собрать его можно за пару минут. Итог. Компактный, красивый, надежный, функциональный и самое главное, это не реклама. Хотя не мешало бы. Катать я буду трубы не изшитого полиэтилена, а металлопластик диаметром 16 миллиметров. С толщиной стенки 2 миллиметра. Бухту взял 200 метров. Остаться должен нормальный кусок. По моим расчетам останется еще для одного небольшого контура. Тягать за собой целую бухту не особо прикольно. А если нет разматывателя, то можно воспользоваться нехитрым способом. Закрепив бухту, как у меня в дверном проеме, с помощью двух уголков и куска арматуры. Кстати, выдерживает даже мой вес. Таким способом пользуются многие. Кто-то вместо арматуры использует веревку, куски труб, но это ненадежно и непрактично. Большая вероятность, что бухта оборвется и могут быть самые разнообразные последствия, которых лучше избегать. Так что арматура идеально держит. А покупать разматыватель не особо хочется. Наверное, скоро я сделаю его своими руками. Труба отлично гнется при помощи рук и пальцев и без трубогибов. Но в сложных участках, дабы избежать переломов, то лучше воспользоваться перестраховаться пружиной. Шансы переломать трубу в самый неподходящий момент уменьшаются в разы. Но для того, чтобы закрепить трубу по полу, понадобится перфоратор, бур 6 мм и нейлоновый дюбель-хомут. В некоторых же случаях можно использовать металлическую сетку. Закрепить ее к полу, а по ней крепить трубу с помощью стяжек. Но я же не ищу легких путей. Шучу, просто не вижу в ней смысла. Ведь и с перфоратором и клипсой тоже получается быстро. Небольшая рекомендация. Перед тем, как раскатать трубы теплого пола, рекомендую опрессовать целую бухту сжатым воздухом. И проверить на наличие дефектов, которые могли появиться как при транспортировке, выгрузке, погрузке и так далее. Так как это все же лучше, чем обнаружить дефект на уже раскатанном теплом полу. И первая попробуй докажи, что даже если это делал не ты. Так потратишь 5 минут на опрессовку, а так потратишь целый день на переделку. Итак, монтаж теплого пола начинается от установленного коллектора. Если его еще нет, то трубы можно крепить к плашке, к бруску прикрученной к стене. Получается не совсем удобно, но вполне реально. Главное оставлять выходы с запасом по высоте. Размотав немного трубы для подключения, нужно также подготовить утеплитель. Опять же серенький. Один кусок для того, чтобы не греть шкаф внутри, причем мебельный. А короткий для места, где будет деферный шоу в стяжке в дверных проемах. Первый контур и первая запись 200 метров. Запись на листке это удобно, для того, чтобы проще было понимать, какой длинный контур и как потом балансировать. На начальных этапах я никогда не использую заводской край. Всегда отрезаю пару сантиметров от края. Это дело привычки и вам советую. Пройдя в пружину, формирую аккуратный угол, так как трубы и стяжки должны выходить максимально близко к стене, а не полметра от стены. Это максимально важно, если будете устанавливать шкаф. Если трубы будут далеко от стены, то потом шкаф не станет на свое место. У меня же шкафа не будет, как я уже сказал, будет огромный мебельный шкаф. И в нем будет находиться этот же коллектор. Но все же, трубы и стяжки должны выходить ровно. Ведь должен быть товарный вид как минимум. Сформировав угол на подаче, так как монтаж начинается с подачи, пружину я не вытаскиваю, а протягиваю дальше. А следом за ней короткий кусочек утеплителя и длинный, хотя короткий можно оставить и потом. Одеваю гайку, кольцо и аккуратно запрессовываю евроконус. Главное, чтобы резинки не завернулись. И с помощью разодного ключа прикручиваю все это дело к гребенке. Тянуть до безумия не нужно, скажем так, среднее, чтобы не навернуть гайку. Затем подтягиваю утеплитель на гайке. И заметьте, утеплитель будет находиться в стяжке ориентировочно 15 см. Да, можно было утеплить на 60 см от стены или на ширину шкафа. Как существует миф, а может быть и реальность. Но не из моей практики, что мебель рассохнется, если теплый пол будет под ней. Из практики, скажу вам так, ничего не рассыхается. Но к этому еще вернемся, когда я покажу монтаж теплого пола на кухне. Трубу подачи прокладываю понад стеной с отступом от стены 10 см. Но нужно учитывать трубу обратки. Она же будет возвращаться за трубой подачи с отступом от стены 5 см. Вообще, как по мне, кажется, трубы и ободки для каждой комнаты никак не должны влиять на обогрев пола в тех комнатах, где осуществляется подключение к коллектору. Так в большинстве случаев делается в котельной. Для нее не всегда нужен отдельный контур. Особенно, когда подходит много других контуров. Но котельная – это же комната непостоянного пользования. Поэтому в котельной осуществлять обогрев пола вполне нормальный вариант. За счет подводок. Помимо подводки, также прокладываю трубы понад стеной с отступом 10 см. Особенно это важно там, где уличные стены. Это самые прохладные места. А так как трубы теплого пола проходят максимально близко к стене, то холодного пола в этих местах не будет. Ну, конечно, если у вас температура за окном не минус 50 градусов. Так что тут еще от стен зависит. Утепленные, неутепленные и так далее. Рассказывать о разных схемах, как раскатывать теплый пол, не вижу особого смысла. Так как самая популярная и рабочая схема – это улитка. А смысл такой. Сначала я катаю подачу по кругу, приближаюсь к центру с шагом 30 см. А в конечном итоге шаг получится 15 см. Как по мне, это самый оптимальный шаг. Меньше зебры по температуре и равномерно прогретый пол. Опять же, все исходит из бюджета, если позволяет площадь, и длина контура. Самая лучшая длина контура с доводкой 70-80 метров. Так насос точно продавит и пол будет работать как надо. В крайнем случае длина контура может доходить и до 100 метров. Но в идеале разбить на два одинаковых контура. Вот допустим, площадь 11,5 квадратных метров. Сколько потребуется трубы? Какой длинный контур? Можете написать комментарий. На 1 квадратный метр с шагом 15 см ориентировочно требуется 6,5 погонных метров трубы. Плюс подводка 2,5 метра. А сколько получится в реальности, я скоро покажу. Продолжение следует... Самое сложное и долгое, это раскатать подачу. Так постоянно приходится задумываться, стрелять строительным глазом, где лучше просверлить, как лучше согнуть трубу, в основном на углах, чтобы была максимально ровно изогнута, а также ровно лежала с одинаковым шагом по всей длине. А вот дойдя до центра, перед глазами два варианта, как завернуть в обратную сторону. Либо в центре сделать на косую, сразу перегнуть и катать обратку. Либо сделать еще одну петлю и сделать небольшой шаг между трубами, дабы избежать также зебры. Конечно же я выбираю второй вариант. А теперь посмотрите, как выручает пружина. Изгибы получаются максимально ровными и плавными. Сделав петлю, возвращаюсь обратно. Тут уже гораздо легче. На обратном пути, в принципе, можно сразу насверлить все отверстия. Шансов ошибиться гораздо меньше, да и теплоизоляция уже не двигается. Все делается по центру относительно двух труб. Как по длине, так и по углам. Что собственно я и сделал. Насверлил почти все отверстия в обратном направлении. По моим догадкам и подсчетам, обратка наверно катается в 10 раз быстрее, чем по даче. Ну что, практически закончил катать контур в гостиной. Как вы помните, тут будет стоять диван. Да, я под ним раскатал трубы теплого пола. Но есть важный момент. Сегодня он стоит тут, а через месяц надоест. А что будет, если его убрать? Если б я отступил от стены, то в этом месте пол был бы холодный. Даже с утеплителем. А катаю в этом месте потому, что диван не является стационарной постоянной мебели. А вот если б тут стоял шкаф-купе, то скорее я бы отступил. В целях экономии. Скоро доберемся до кухни. Ближе стационарной мебели. И там все расскажу. Первый контур готов. Осталось довести обратку до коллектора. Приближаясь к коллектору, сразу же выравниваю трубу понад стеной до самого коллектора. А ориентируясь на гайки подключения, трубу отрезаю с небольшим запасом. И конечно же запоминаю, а лучше записываю второй результат. И получаю длину контура с подводкой 75 метров. Это отличная длина для одного контура. А вот кстати в таких местах, где уже закреплена труба подачи, а рядом нужно просверлить для трубы обратки, то скажу так, сверлить нужно не спеша и максимально аккуратно. Так как бур имеет свойство ломаться и в самый неподходящий момент, как правило соскочить прямо в трубу. Закон подлости. А вот когда труба уже закреплена, отрезаю четко по размеру и прикручиваю трубу на свое место. Теперь один контур точно готов. Останется опрессовать. Приступаю к контуру на кухне. А по подключению все то же самое. Отметка по длине это конец трубы для гостиной 125 метров. И оно же начало трубы для кухни. Записал, кухня и гостиная одинаковые по площади. А как вы думаете, сколько трубы понадобится для кухни? Столько же или меньше? Если вы обратили внимание, то на коллекторе всего 4 контура. А комнаты 3. Крайний правый запасной для комнаты через стену. Затем контур для гостиной. И контур для кухни. А вот тут контур для этой маленькой проходной комнаты. При монтаже теплого пола, особенно когда много контуров, всегда нужно рисовать хотя бы схему от руки. В идеале иметь под рукой проект. И понимать, что откуда будет приходить. Чтобы трубы не переплетались и четко выстрелились под коллектором в одну линию. Второй же контур я начал катать на небольшом расстоянии от труб. С учетом, чтобы еще поместилась обратка. Да, тут есть такой нюанс, что нужно разлинуть трубы отопления и водопровода понад стеной. Чтобы раствор проливался между трубами и не было бы бонящего эффекта. Но тут есть такой момент. Стяжка над трубами будет не один сантиметр, а гораздо больше. А вдобавок и армирована дополнительно в этих местах. Ну а стяжки пола поговорим в следующих роликах. И вот в таких случаях и спасает как раз таки утеплитель. Можно было бы трубы раздвинуть и утеплить маленький кусочек. Но это мелочи и маленький недочет. Останется маленький островок без утепления. А вот и добрался до кухни. Тут же в целях экономии и целесообразности я сэкономил и отступил от стены 65 сантиметров. Как раз труба будет в 5 сантиметрах от низа шкафа. Пол в этом месте будет теплый и ногам стоя за столешницей будет приятно. Если же сделать низ шкафа утопленный по типу парящей в воздухе, то от трубки до стены нужно уменьшить расстояние и сделать чуть ближе к стене. А то пальцы будут мерзнуть. Ну а далее трубу катаю по принципу гостевой комнаты. Но забегая вперед скажу так. Тут петля в центре получится гораздо красивее. Это для глаз. А по функционалу, что петля в гостевой, что петля на кухне, греть будет одинаково. Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, конец трубы на кухне 61 метр. Значит контур получился 64 погонных метра. Чуть меньше, чем в гостиной. А это уже полтора косаря. Как говорится, курочка по зернышку клюет. Тут полтора косаря, там два, там три. И в итоге такие мелочи превращаются далеко не в мелочи. И выкатываются в нормальную сумму. Особенно, когда большой объект. Уж поверьте. По такому же принципу раскатал проходной. Но контур гораздо меньше. Самое идеальное решение, это когда одинаковые контура по длине. Меньше придется балансировать и прикручивать маленький контур. Чтоб продавить большой и не душить такой балансировкой насос. Одинаковые контура получаются не всегда. Но к этому нужно стремиться. Чем больше разница контуров по длине, тем сложнее отбалансировать. Вот такой результат в итоге. Ну и конечно же, после крепления трубы по полу, повторно опрессовываю систему воздухом. После опрессовки бухт проверяю свою работу. Чтоб в случае следующей опрессовки водой или замерзающей жидкостью, что бывает крайне редко. Если будет утечка или пробой, что конечно же нежелательно. Не особо хочется собирать теплоноситель и сушить помещение долгое время. А после воздуха, если опрессовка прошла успешно, спокойно заполняю трубы теплоносителем. В моем случае водой. И наслаждаюсь выполненной работой. Кстати, перед опрессовкой воздухом нужно не забыть открыть вентили. А то получится опрессовать только коллектор, а не трубы. Первая опрессовка воздухом и зашипела дно соединения. А вот если бы сразу опрессовал жидкостью, приятного было бы мало. Но вы понимаете о чем я. После опрессовки воздухом нужно подождать некоторое время. А чтобы не терять это время, спокойно обрезаю подложку понад краем стены. Для того, чтобы заполнить систему теплоносителем, прикручиваю быстросъемы для шланга для подачи и обратки. Но при этом подача и обратка котла перекрыта. Перед заполнением закрутил все вентили. Открыл вентили подачи и обратки только для одного контура. Так как каждый контур буду заполнять по отдельности, чтобы выгнать весь воздух. И заполняю при небольшом давлении в системе. Когда вода течет ровной струйкой без воздушных пузырей. Закручиваю вентили обратки и подачи. Контур можно считать заполненным. И открываю для следующего контура. И так друг за другом, пока не заполню все контура. После заполнения все отключаю. Потом останется повторно выгнать воздух с насоса и запустить систему. Да, все равно какая-то часть воздуха попадет в систему, но в минимальном количестве. Итак, пора подводить итоги. На данном объекте комбинирована система отопления. Радиаторы живут своей жизнью, теплый пол своей. В качестве основного обогрева радиаторы, а теплый пол для комфорта. А комфорт заключается в том, что в качестве основного напольного покрытия будет керамогранит. А многие знают, что хоть летом, хоть зимой, керамогранит практически всегда холодный. А так будет тепленько и хорошо. Хотя в начальных этапах думали просто растереть ковер. Но зачем портить такую красоту? Но все это дело работает при наличии газа и света. Газ практически есть всегда, а вот свет частенько отключают. И так получилось, что радиаторы все равно будут работать при отключении света. Так как я сохранил уклонность и система работает в самотечном режиме. А вот теплый пол в любом случае будет остывать. Но в принципе запустить насос можно и при помощи источника бесперебойного питания. Но это всего лишь на какой-то промежуток времени. И опять же при наличии газового котла. А что делать, если у вас электрокотел? То тут конечно же только бензогенератор, подходящий по мощности. Обзора на источники бесперебойного питания у меня нет. Но есть обзор на бензогенератор. И в этом обзоре я рассказал, на что необходимо обратить внимание при выборе бензогенератора. Проверил обмотку, работу в пиковых нагрузках, обслуживание бензогенератора и проверил синусоиду. А это как раз таки важно для работы электрокотла. Так что кому интересно, ссылку на обзор оставлю в описании. Ну а из рекомендации скажу так. Лучший пирог для теплого пола, это утеплитель около 5 сантиметров. При этом черновой пол должен быть ровный. И подложка для теплого пола. В идеале с разметкой для удобства и скорости монтажа. Конечно же подложка в подложке рознь. И цена с большим разбегом. И в общем и целом катать пол нужно практически везде. А в целях экономии под стационарной мебелью, как кухня, шкаф и купе, можно его не делать. Если эти стенки не уличные. А все что касается демпфера и конечно же ровной стяжки, поговорим об этом в следующем ролике. Ну и конечно же если понравился ролик, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. При этом не забывайте нажимать на колокольчик, комментируйте. И кстати у меня есть тележечка, там уже 106 подписчиков. Будьте в курсе последних событий. Ссылку оставлю в описании. Но на этом с вами надолго не прощаюсь. Скоро увидимся.